ну видимо там совсем холодно сегодня минус один привет дорогие друзья сегодня 17 ноября и мы как настоящие авантюристы такую теплую погоду минус 1 градус едем в лес ну вот мы и на месте смотрите какое небо тяжелая серая уже почти зимние по моде как всегда уже несколько дней держится морозная погода даже до минус 4 по моему минус 6 опускалась ночью я надеюсь если кого-то и не нашли то он стоит здесь как и в холодильнике ждет обратил внимание но такое необычное явление это какой-то наверно паразит с ягодками катя вроде что-то нашла лишь слеза выступила от радости смотрите первая находочка моя такой вот грибочек сейчас могу его достать сейчас так ну смотрите шляпка такое ощущение как будто она замерзла как будто с морозилки ее достала тверденькая такая и ножка принципе немножко легковатая но не знаю возьмем посмотрим дома вот такие вот экземпляр такой вот пришли на поляночку белых вероятную поляночку белых так ну тут вот я сразу увидел сыроежек красиво вот я хочу попробовать видел недавно рецепт какой-то фейсбуке кто-то выставил макнул их в кляр в муку и поджарил сами шляпки интересно попробовать вот я пару парочку возьму-то для пробы они такие замороженные тверденькие как мы с димой надеемся найти белю . ну что-то тут вообще ничего нет таких вот всяких ой смотрите это что это ой похоже как на белый смотрите похоже как на белый смотри так это белый думаю смотри ну да замороженный нам и классный и и голову так вообще ну так один мужик в соединенных штатах разрешил себя на заморозить вот его там поместили в крио камеру а как его разморозить пока таких технологий нету но он об этом прекрасно знал и заморозил себя до тех пор пока наука не найдет как его разморозить вот такой вот интересный факт а у меня наука простая принес домой и хай собер размороживается можно конечно и этого грибника понять если он тут встретил беленькие в общем мы традиционно из сосничка перелазим болотушка и тут вот стоит уже один отморозочек подморозочек или как его назвать чтобы он не обиделся также тут дались тяжело вот смотрите да его мышка покромсала немножко мы сейчас обойдем держит деревушка не пущает своему детищу о ну как по моему очень красиво сейчас нам заценить ой такой тверденький крепы подмороженный таким и убить можно я вам скажу друзья мои о а вот катюша части какой замороженный как тот мужик в сша вот для наглядности ледок уже сковал болотцы катя приехали в лесу пособирать замороженных грибов у нас просто в холодильнике места мало поэтому мы ждем когда приморозит их здесь и ходим набираем как в гараж за картошкой покидаем болотца наши при выходе нас встречает он маслян сосен как здесь до теплей ходить мягче теплей как-то даже мороз не обжигает так лицо да вот дальше немножко отошли глядь а тут шоколадный полечок да нет сыроежки пусто будут вот этот полечок похож на белячка своей формой не смогли мы прошлом видео закрыть грибной сезон нам пока как говорится задницы не приморозит мы не успокоимся да и тем более на такой ноте шикарной ну как бы в обилии грибов закрывать грибной сезон было бы неправильно нашел зеленухи они выглядят зелененькие зелененькие белые седаны наружу смотри вот и вот бугорочки ну зеленушки они более морозоустойчивые у нас мало в тот раз ругала пройдемте сюда в этот раз мы решили взять да возьмем как раз пора такая настала зеленушки это конечно хорошо ну пойдемте я вам покажу нечто другое добро пожаловать в мою заводь если смотреть со стороны здесь такое место клином входит сюда по направлению к нам от болота и когда люди обходят болото в основном ленятся сюда заглядывать они идут просто вокруг как бы контуров воды поэтому здесь зачастую остаются экземплярчики вот мы уже в нее вошли здесь сразу мне показался такой подросток подосиновый когда-то здесь я нашел подосиновик а этот после него видно подрос все равно уже приморозило можно сказать что я его спас я тут средь опавших листьев как-то даже лучше стало видно чью-то голову нашел нашел подосиновик подмороженный но вроде бы красивый вот у него уже ножка такая как прям пруд металлический твердая очень ну вроде ничего вроде ничего здесь вот рядом еще один роз но этот уже все как говорится крякнул а этот ничего конечно мороз сделал свое дело он твердый полностью но посмотрите он совсем не червивый чистый на срезе возьму буду пробовать если выживу значит увидите меня в новом сезоне вот такой вот мороженый грибочек его понюхала у него даже запах такой как как будто вино шляпка у него такая вот смотрите потемнела уже но ножка мне кажется не ножка тоже кистом таким воняет тоже уже не успел попасть к нам в корзинку умер смотрите кого я увидела дим где это польский или кто это это польский на запах пахнет грибочком значит он еще свеженький свежачок а я сюда еще зашел посмотрел думаю тут же белые должны быть две сыроежки или что это да и между ними беляш так он даже не заморожены ухты ухты и правда но шляпка чуть-чуть не готов такому подними сутри под шляпе вообще идеально даже какой-то морозостойки грибы а ты что сыроежки а я еще помню что ты должен вырасти вот это вот экземплярчик сегодня а ну да я тут тоже покажу сыроежки классно ну хорош ну да везет же некоторым решил я оставить здесь лесным зверушкам их не сыроежки катя что-то нашла и я что-то находит масленка тоже наверно но у меня какой-то он у меня старенький у тебя хорошенький даже рад маслятка смотрите какой замороженный масленочек красивенький подморозка ну у меня покрасивее что уж тут скромничать сейчас посмотрим вот один какой красивый и вот еще красивей и по размерам и по формам о тут еще маленький окажется ну чо хороши маслята для закрытия сезона в самый раз когда-то тут в ветвях этого поваленного дерева много маслят было вот такой масленок и вот еще один масленочек пахнут приятнейшим образом еще сейчас частенько встречается рядовка серая вот такая а нет это рядовка коричневая вот возьму ее компанию зеленым а еще вот приятно видеть как маслята меня здесь дождались я хотел сказать одинокий масленок дождался но потом увидел его родственника видите они молоденькие даже еще и не раскрылись а морозец их уже сковал вот вблизи этой поросли сосновой еще показался масленочек вот маслятки мне кажется как-то свежее всех выглядят я наверно сегодня больше в болото заходить не буду смотрите очень приятный я надеюсь ты не ленишься разрывать угарочки катя зеленушки берем катюша показал катя беляковое место где находится в какой стороне пошла искать ну пусть удачи ей а мы тут насладимся сбором маслят и зеленушек вот например таких ой замарашка такая грязнуля моя маленькая вижу вот на косогорчики вылез масленочек наверно да это конечно не из тех которые совсем молоденькие но я его возьму дома погляжу жалко ведь оставлять маслятинку свежемороженую жалко ведь оставлять хорошие еще да смотри занюшим же его меня хобот забит смотрите какой я нашла это просто сделать оху посмотрите на его ногу это же просто фотомодель это фотомодель ребятки обалдеть просто класс еле притянул можно сказать тянул сюда за это за поводья а я тут рядышком они конечно менее приятные чем беляшатушки все же пишет 2 там представляешь хороший да прекрасно обе решива и где 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 уже все по вызборов по вы избирал по вы избирала да ладно они мне попадаются сами видно я иду все таки к своему как сказать профессиональному грибу подосиновику подойдите сюда посмотрите как он растет с этой стороны пожалуйста ну-ка а ты не хуже чем твой беляшоночек а ну поднизу его не кисло не хочется съесть его хороший ну говорит поляки попадались я тут узрела маленького смотрите такого а вот уж они же до 31 и вот прикольненькие друзья хотелось бы завершить это видео какой-то позитивной нотой смотрите это настоящие поздние грибы вот эти вот зеленушечки здесь сейчас вы увидите ведьмин круг стоит корзинушка и вот это вокруг растут зеленушечки приступим как-то их не видно я их специально попереворачиваю ага ну да кстати вырисовывается посмотрите как массово в одном месте выросли эти зеленухи удивительно просто ну как нравится вот так вот у нас получилось грязную личке наш ненаглядные дорогие ваших мы не смогли с вами попрощаться в лесу так как замерзли очень сильно и забыли это сделать решили сделать это уже дома всех хотели поблагодарить за то что в этом сезоне были с нами поддерживали нас лайками комментариями и подписками это было уже наши крайние видео в этом сезоне к сожалению придется нам с вами прощаться в этом году но мы надеемся что в следующем году весна будет такая же благотворная как и в этом поэтому я думаю нам мы расстаемся всего лишь на зиму с вами но вы все равно смотрите нас пишите комментарии мы будем рады опять их читать и до новых встреч всем пока пока